Иран пытается использовать Армению в качестве посредника для продвижения своих интересов. Недавние контакты между армянскими и иранскими дипломатами служат тому ярким примером, как сообщает ДАИАС информированный источник. Сразу после назначения Лилит Макун с послом Армении США, посол Ирана в Армении Абаз Захури предложил ей встречу, на что новоназначенный посол дала положительный ответ. В ходе встречи посол Ирана попросил Макунс помочь в продвижении интересов Ирана в США через армянское лобби. Иранский дипломат дал понять, что в обмен на поддержку, которую Иран оказывал Армении в ходе Второй Карабахской войны, Тегеран надеется на содействие и помощь сильного армянского лобби. Главная цель – это повлиять на Конгресс и в целом на американские власти, чтобы добиться смягчения политики против Тегерана в вопросе экономических санкций. По данным источника, в этом вопросе удалось добиться положительного результата. Ряд конгрессменов, активно сотрудничающих с армянским лобби, согласились поделиться ресурсами и начать лоббировать интересы Тегерана. Но вторую конфиденциальную просьбу иранской стороны новый посол Армении в Вашингтоне попросту провалила. Как сообщает источник, Захури попросил Макунс о помощи в налаживании контактов не только с армянскими, но и... Как бы вы думали, с кем? Конечно же, с еврейскими организациями в США. И в этом вопросе иранская сторона рассчитывала на связи армянских лоббистов и на их содействие. При этом Аббас Захури дал понять, что иранская сторона готова выделить переговорщиков и встретиться с представителями еврейских организаций США. Как в Вашингтоне, так и в Ереване, или даже третьей стране, но при посредничестве Армении. Однако сделка не состоялась. Еврейские организации отказались от таких контактов и попросту указали на дверь. Продолжение следует...